В России мало знают о такой возможности путешествовать. Пляжи с золотым песком и голубой водой. Это не фотошоп. Меня в Международном автобусе украли на улице. В Мехико я набрала 5 килограммов. Всем привет! Вы смотрите «Открытый канал. Это Человек на карте мира». Первый выпуск в Новом году посвящен далекой Мексике. Наталья Виолетта, 29 лет. Мексика, Пуэрто-Вальярта. За границей 10 месяцев. По образованию психолог, переводчик. Работает фрилансером. Говорит на английском, испанском и немецком языках. Девиз – не бойся жить так, как тебе хочется. Расскажи, пожалуйста, откуда вообще возникла идея поехать в Мексику? Это, на самом деле, самый сложный вопрос, наверное, который мне задают. Потому что мне просто туда хотелось. Это была такая мечта, долгая, скажем так. И в какой-то момент я подумала, что пора действовать, пора осуществлять. Изначально планировалось как поездка, путешествие, может быть. А вот я задержалась на такой долгий срок в итоге. А задержка с чем связана? С тем, что мне очень понравилось. С двумя причинами. С тем, что мне очень понравилось. И с тем, что я нашла способ, как можно, скажем так, бюджетно путешествовать или жить в одном месте. То есть я сильно сэкономила тот бюджет, который у меня был. И поэтому у меня получилось остаться на подольше. Есть такая, это даже не волонтерская программа, но, скажем, сейчас можно устроиться волонтером практически в любой точке мира. Очень во многих городах, во многих странах. Не скажу, что во всех, но действительно много сейчас, где это распространено. Я узнала про это и решила попробовать. Ты работаешь в хостеле, например. Там есть разные варианты, но я вот конкретно брала хостел. То есть ты работаешь в хостеле, неполный день, они тебе предоставляют бесплатное жилье. То есть питание и какие-то свои расходы ты уже сам оплачиваешь, тебе не платят зарплату. Но ты работаешь как бы неполный день, и ты не платишь жилье. То есть это самая большая статья экономии получается. Да, на самом деле да. Потому что, ну, естественно, если два месяца жить в отелях и еще где-то, ну, как бы не каждый это потянет. А хостелы в основном запрашивают от двух недель. То есть ты приезжаешь, ты как минимум две недели у них, ну, скажем так, работаешь, волонтеришь. Вот. Где-то месяц, где-то мне понравилось я два месяца, два с половиной даже месяца провела. То есть, ну, это индивидуально все. Если... Но это все было в Мексике в разных хостях? Да, это все было в Мексике. Несколько месяцев я провела в Мехико, в столице. Затем еще какое-то время на восточном побережье, где Кангун, Карибское море, вот эти самые популярные туристические места. Затем я поехала на западное побережье, на Тихий океан. И вот сейчас я уже на западном побережье. Но конкретно в данный момент я не волонтерю, а уже снимаю квартиру как нормальный белый человек. А чтобы быть волонтером, нужны ли какие-то особые требования? Там не только хостелы, там можно фермы, там эко-поселения. Ну, то есть разные варианты учреждений, которым нужны такие волонтеры. Нужно зарегистрироваться на этом сайте и, соответственно, писать уже в те места, которые тебе интересны. И дальше уже договариваться. Там, естественно, индивидуально у каждого свои условия. Единственное, что нужно знать, либо английский, либо испанский, ну, либо язык той стороны, в которую ты едешь, потому что так или иначе все равно переписку вести, с людьми общаться, как бы это необходимое условие. Я также смотрела волонтерства, которые такие более официальные, считаются, там, серьезные, вот всяких серьезных организаций. У них действительно более строгие требования, у них нужен опыт работы. Если, например, ты хочешь быть учителем где-нибудь, в Африке или где-то, то они просят опыт работы и, там, справки, ну, то есть прям все серьезно. В России мало знают о таком виде волонтерства и вообще о такой возможности путешествовать. На самом деле, за границей довольно-таки распространено, то есть много европейцев, американцев таким образом путешествуют, общаются между собой. На сайте есть система отзывов, то есть ты можешь там написать человеку, узнать, что как в конкретном месте было. И было бы здорово, если бы больше людей об этом узнало. Расскажи, как тебя встретила Мексика? Мой самолет прилетел рано утром в Мехико. Я на метро поехала по указаниям в тот хостел, который меня принимал. Я вышла из метро, было, наверное, часов 7 утра, был начало января. Было где-то, наверное, градусов 12, то есть не жарко и не холодно. И я зиралась вокруг и такая, о боже, я в Мексике, неужели? Мне очень понравилась Мехико, столица. Многие мексиканцы его ругают. Говорят, что, ну как про Москву говорят, что ой, очень много людей, грязно, шумно, пыльно. Ну, я не соглашусь, потому что есть очень красивые районы, есть исторический центр, очень много куда можно сходить, посмотреть, то есть Мехико мне однозначно понравился. Юкатан, то есть восточное побережье, это вообще отдельная история, вообще другой мир, то есть вот эти все пляжи с золотым песком и голубой водой. Это не фотошоп, это действительно существует. Это действительно очень красиво, там невероятная природа, там пирамиды, майя. Пирамиды солнца. Молодая улица. Пирамидуны. Какая-то маленькая пирамида, на которой я стою. И кактус в одной горизонте. Можно посмотреть, ну, очень много всего там. Можно потратить очень много денег, провести очень много времени. То есть, ну, я к тому, что Мексика, она вообще очень разная. А те города, в которых ты была, это популярные курортные города. А удалось ли побывать в какой-нибудь глубинке, нетуристических местах? Да, но там я уже не волонтерила, а, скажем так, ездила просто посмотреть пару раз в небольшие городки, которые, ну, один городок, он рядом с Мехикой находится, другой городок здесь. Они, правда, совсем-совсем маленькие. Да, конечно, они будут отличаться от туристических, там, другая жизнь. Но, допустим, внешняя архитектура, улочки, люди, в принципе, это похоже. Ощущение, конечно, то, что, да, ты в маленьком городишке. Ну, как, например, у нас, не знаю, в какое-нибудь золотое кольцо поехать. Тремя словами можешь описать Мексику? Первое, это, конечно, вкусная еда. Второе, это солнечное. И третье, это улыбчивые люди. Правда ли, что в Мексике довольно небезопасно? Или всё-таки это стереотип, навеянный американскими фильмами про наркоторговцев? У меня часто, очень часто спрашивают этот вопрос. И, как бы, двоякое впечатление, на самом деле, потому что, если ехать туристом, ходить в туристических местах, в таких городах, как бы, ну, с вами ничего не случится. И нет, скажем так, всё спокойно и безопасно. Если в тех же больших городах вы пойдёте в неблагополучный район, как, там, белый человек с айфоном, то, да, конечно, с вами что-нибудь случится. Я как-то освещала эту тему у себя в Инстаграме, и мне пришло довольно много комментариев от людей, которые, там, пять лет живут в Мексике. Они говорили мне, ой, вот я тоже так думала, а потом нас ограбили, а потом вот на улице подошли. Не знаю, возможно, вполне возможно, но, опять же, надо какую-то, ну, меры предосторожности соблюдать, не ходить туда, куда не надо ходить, не связываться с наркотиками и следить за своими вещами. Потому что меня в Междугороднем автобусе украли на улице, и да, это правда. Потому что я обеспеченно закинула его на верхнюю полку, заснула. Утром, когда я проснулась, там не было. А из тех мест, где ты была в Мексике, какой всё-таки город больше всего понравился? Мне всё-таки понравился больше всего Мехико, про который я уже рассказывала, потому что это большой город, я люблю большие города, я люблю, чтобы что-то происходило, чтобы было куда сходить, чтобы посмотреть, потому что лежать на пляже долгое время, но мне становится скучно, мне хочется какой-то движухи. А в городных городах, какие бы они ни были, красивые, прикольные, там всё-таки довольно такой размеренный область жизни. Когда люди с тобой общались и узнавали, что ты из России, были ли какие-то, ну, я не знаю, там, комментарии, ну, то есть вообще как воспринимают, влияет ли как-то национальность на восприятие их, на отношения? Да, влияет, потому что в первую очередь мексиканцы думают, что ты из США или из Канады, и они недолюбливают американцев, то есть они называют их гринго и как бы так пренебрежительно к ним относятся. Но это взаимное неприятие, потому что американцы тоже пренебрежительно относятся к мексиканцам, как к такой дешёвой рабочей силе, нелегальным мигрантам. И когда мексиканец узнаёт, что ты из России, он сразу начинает радоваться, он говорит, что Россия прекрасная страна, как он любит Путина, и вообще, как здорово, что ты русский. Но у них довольно своеобразное представление о России, то есть, да, они думают, что очень холодно, но они почему-то думают, что мы очень богато живём, как в Европе, и что у нас, ну, как бы, вообще всё очень хорошо, и мы все путешествуем по миру. И когда я пыталась с ним сказать, что мы живём не так, как в Европе, они мне просто не верили и говорили, что нет. Так что они любят русский. Какие-то общие черты с русскими можешь выделить? Или совершенно противоположные народности на роли? Довольно сложно сказать. Наверное, знаешь, мексиканцы, они... Ну, когда ты увидишь в общественном месте мексиканца, он будет улыбаться, он будет весь такой вежливый. Но ты дальше с ним начнёшь общаться, и он будет доброжелательный, открытый, приятный. А русский в общественном месте будет очень замкнутый, он не хочет ни с кем общаться, никого видеть, чтобы его не трогали. Но ты начнёшь с ним общаться, и он тоже будет доброжелательный, открытый, приятный. То есть, как бы, вот эта внешняя поверхность разная, а какой-то дружелюбие, мне кажется, оно похоже у нас. Ещё такое мнение, что мексиканцы, они, в принципе, не очень такие, ну, быстро принимающие решения, что присутствует некая инертность, медлительность. Вот можешь ли ты это как-то прокомментировать? Ну, скорее да, скорее да, чем нет. Они действительно не торопятся, они спокойны, как бы, размеренный образ жизни, он присутствует. И даже когда, ну, банальный пример, ты стоишь на кассе в супермаркете, перед тобой 4-5 человек стоит, у нас очередь начнёт возмущаться, позовите второго кассира, почему так долго никто не работает. Мексиканцы стоят спокойно, могут пошутить между собой, поулыбаться, поразговаривать, то есть, куда спешить, в общем. А можешь ли ты вспомнить какие-то вещи, которые ты в Мексике, там, попробовала первый раз или сделала первый раз? Ну, то есть, что это такое, что в России, в Саратове ты не делала? Я расскажу про свою любимую мексиканскую еду, потому что я её там попробовала, и я просто теперь фанат мексиканской еды. У нас есть стереотип, что Мексика это бурритес, что в Мексике едят бурритес. На самом деле, бурритес практически нигде не встретишь, где ты там, ну, в отдельных только местах. У них более распространены такос, это лепёшки, в которые кладётся мясо, иногда фасоль, иногда сыр, ну, по-разному. И кухня у них очень распространена. Насколько я знаю, отличие в основном, то, что бурритес заворачивают как шаурму, что они больше по размеру и завёрнуты, а такосы, они открытые, и кисадилии, они тоже открытые. То есть, по начинкам, там, в принципе, нет какого-то большого такого деления. Вот. И мексиканская кухня, она внесена в какие-то там ЮНЕСКО или наследие, наследие чего-то там, я сейчас не помню точно, потому что она вообще очень разнообразная. Их очень много национальных блюд, при том в разных регионах свои блюда тоже есть. И, конечно, я там пробовала всё, что могла. Какая самая, не знаю, там, главный ингредиент или главное отличие? Вот если ты вернёшься в Россию, ты сможешь в наших условиях что-то такое делать? В наших условиях это будет довольно сложная задача, потому что нужны специальные лепёшки, они чаще всего маисовые. Бывают где-то из обычной пшеничной муки, в некоторых местах тебя спросят, какую тебе такую или другую. Но в России, скажем так, найти маисовую лепёшку будет затруднительно, если только там самому как-то её попробовать сделать. А так рублёное мясо поджаренное, где-то сыр, где-то фасоль. В принципе, не очень сложно. Ещё у них есть очень классный суп. Но, опять же, в России его не приготовить, потому что ингредиенты именно местные. То есть, маис специальный, курица, два вида помидор, несколько видов перцев. Мне он очень-очень понравился. Я даже попробовала его приготовить здесь вот уже сама. Ну, не скажу, что получилось как в ресторане, но напоминало, по крайней мере, то, что я пробовала. Мне кажется, я даже у тебя где-то в социальных сетях читала, что мексиканцы страдают лишним весом, что есть такая проблема. Да, это правда так. Это очень бросается в глаза. Они то ли на первом, то ли на втором месте по ожирению в США. То есть, они там, видимо, меняются местами из года в год. В общем-то, вполне логично, потому что пища очень вкусная, дешёвая, очень калорийная. Ларьки, где продают еду, они открыты до двух до трёх часов ночи. То есть, ты можешь ночью пойти поесть калорийной еды. За первые два месяца в Мехико я набрала 5 килограммов. У меня был шок. Я никогда в жизни не могла потолстеть. Я поняла, что пора обращать внимание. То есть, ну, я как бы перестала тоже есть на ночь те же такосы, поменьше выпечки, потому что выпечка тоже очень дешёвая, очень вкусная в супермаркетах. В общем, приходится следить. Ну, помимо еды, Мексика ещё знаменита своими какими-то праздниками, карнавалами. Я имею в виду, здесь, сидя в России, у нас такое именно представление. Расскажи, сейчас Новый год, преддверие Рождества. К этому празднику как-то готовятся в Мексике? К Рождеству в Мексике готовятся. В Мексике отмечают католическое Рождество. Но я бы не сказала, что отмечают его очень пышно или как-то особенно готовятся. Возможно, ещё связано с тем, что всё-таки снега нету, довольно-таки тепло. И такого привычного нам ожидания Нового года или Рождества здесь не чувствуется. То есть, когда ты смотришь на всю эту зелень вокруг, как-то тяжело понять, что вот он Новый год. Рождество принято отмечать в кругу семьи. Причём семьи, они имеют в виду всех дальних родственников, двоюродных бабушек, тётушек, братьев, сестёр. То есть, как мне рассказывали, там может собраться 60 человек на праздничный ужин. И я расспрашивала, говорю, у вас есть какие-то традиции, ну там загадывать желание, ещё что-то, или какая-то специальная еда. А оказывается, нет, вот у них именно фишка в том, чтобы собраться всем вместе, порадоваться, что они все друг друга увидели. Каждая семья готовит то, что хочет. А ещё какие-нибудь праздники традиционные, можешь сказать? Ну, традиционные, это, конечно, День мёртвых. Как он проходит? Что интересно, это не Хэллоуин, то есть, Хэллоуин отмечают 31-го. Хэллоуин действительно тоже отмечают, но как бы они к нему так относятся, как к второстепенному, потому что первый, второй — это именно национальный праздник, который идёт там ещё от ацтеков, от кого-то давно, скажем так, из давней истории. То есть, там как бы один день для детей, другой день для взрослых. Я могу сейчас ошибаться, какой день для кого. Вот, они ставят специальный алтарь дома, специальные цветы, свечи. То есть, там очень большая символика, очень много карнавала в действии происходит. Но что мне нравится, это не такой праздник нечисти, или там, мы все умрём, или всё что-то. Это скорее, как бы праздник жизни и смерти, что вот есть жизнь, вот есть смерть, и какое-то такое взаимодействие, равновесие. И предков заодно почтил, и порадовался опять же. То есть, и карнавалы, конечно, устраивают очень зрелищные. В Мехико я, ну, я не была в Мехико, я была в другом городе, но там, конечно, я видела, там было просто шоу шикарное. Но вообще, во всех городах устраивают шествие, шоу, и присоединиться может любое. И вот этот знаменитый рисунок на лицо, который сейчас очень модный стал, когда вот такие чёрные глаза с цветочками, то есть, Катрины. Это вот типично мексиканское, то есть, тоже очень популярное. И сейчас делают они очень красивые рисунки, разные, то есть, кто во что гораст. Детишкам кидают конфеты, там нет никаких ограничений. И даже если ты не мексиканец, ты можешь так же и у себя дома поставить там алтарь с фотографией, как бы вспомнить предков. То есть, ну, всё довольно-таки демократично. Ты поехала в Мексику одна. Расскажи про свой круг общения. Много ли русских тебе встречалось за это время? Интересная история, на самом деле. Когда я жила в Мехико, я не знала, что там есть русские. И я общалась именно с теми, кто живёт в хостелах, с друзьями людей, которые местные. Ну, как бы круг общения было так и больше, хостеловский. А потом, когда я уже поехала оттуда в другие города, как-то я начала в Инстаграме находить людей, которые живут в Мехико. А потом всё больше и больше. Потом я нашла группу в Фейсбуке про русских в Мексике. И оказалось, что их вообще огромное количество там живёт. И я, в общем-то, даже жила в том районе, где много русских, но я ни разу не пересекла. Это какая-то удивительная история. Я не знаю, почему так произошло. То есть, если бы я заранее об этом подумала и задалась целью, то можно было бы найти очень много людей, с кем пообщаться. И я знаю, что у них есть там встречи время от времени. Они встречаются, типа, клуб по интересам или ещё что-то. И есть даже русское кафе. То есть, ну, для тех, кто давно уже живёт и ностальгирует по русским продуктам, можно там что-то прикупить. А у тебя нет ли ностальгии? Бывает, конечно, она хлынет. Но так, чтобы прямо вот хотелось вернуться, жить обратно, наверное, нет. Больше хочется путешествовать, съездить ещё куда-то, посмотреть ещё другие места. Ну, скажем так, использовать вот этот потенциал волонтёрства по полной. В моих ближайших планах в январе я еду в Перу. Там я уже договорилась с хостелом. В Лиме на пару недель. Потом планирую ещё несколько городов тоже в Перу. Потому что, как я поняла, по интернету это вообще очень разнообразная страна. И тоже очень много всего есть, что посмотреть. Сложно планировать сильно заранее. Когда вот так волонтёр, дальше, чем на месяц, не получается планировать, даже при всём желании. Потому что хостелы тоже люди. И кто-то отменяется, кто-то передумает, кому-то нужно пораньше. Потом у тебя в основном поменяются планы. То есть, как бы, приходится вот так вот думать в рамках месяца. Я, конечно, люблю подольше, но получается вот так. Спасибо, Наташа, что рассказала о Мексике. Действительно было очень интересно послушать и перенестись ненадолго на другой континент. И тебе спасибо. Мне тоже нравится рассказывать и разбивать стереотипы. Потому что многое отличается от того, что мы думаем о Мексике. Это был «Человек на карте мира». Смотрите открытый канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»